Большую часть жизни провел на сцене, и для человека, который на сцене находится, для него ваши аплодисменты это некая мера одобрения и того, что он делает. И поэтому, если вы не аплодируете, то человек, стоящий на сцене, он думает, блин, что-то не так, или они какие-то не такие, или со мной сегодня что-то не то. Поэтому, если нравится, хлопайте. Скажи, дружище, что у тебя деньги? Деньги. Деньги – это придуманный способ обмана. Вот это грязь. Для тебя тоже грязь. Хорошо. Для тебя я помню. Это великая надежда, что они обязательно придут. Юль, для тебя что деньги? Возможность купить свободу. Маме айфон. Стоп. Вот на свободе. Да. Я с тобой сейчас как взрослым человеком разговариваю. Ты вообще понимаешь, что ты сейчас говоришь? Да, абсолютно. То есть, за деньги можно купить свободу? Абсолютно. И человека тоже. Ты не подсказывай. Не подсказывай, понимаешь? То есть, ты абсолютно уверен, что за деньги можно купить человека? Да. Что для тебя деньги? Не надо только вот этих сейчас. Не будет никаких вам. Но у нас просто так решили, что так будет удобно жить. Ну, так. Где у вас решили? Человечество. Вообще. Нифига ты за человечество-то шарахнул. Ты уверен, что ты знаешь, что решило человечество? Ну, так как большинство пользуется деньгами, да. Они решили, что они им нужны, а они не пользуются. А ты что решил? Что, ну, без них. Что я как все. Все побежали, а я побежал. Я понял. Мне прям страшно к тебе подходить на такой взгляд. Что для тебя деньги? Для меня деньги, к сожалению, это... Почему к сожалению, скажи, пожалуйста. Вообще. Деньги для меня... Ну, я считаю, что в мире деньги это массовый наркотик. Без которых люди не могут жить без денег. К сожалению. Люди не умеют жить без денег. А ты в лесу не бывала никогда? Да. В лесу когда-нибудь была? Была. Была. Тоже все за бабки? Нет. Нет, ну, деньги это бумага придуманная для того, чтобы манипулировать людьми, грубо говоря. Тобой манипулируют? На работе, да. Мне приходится работать. Причем очень сильно, чтобы заработать что-то. То есть, как и всем. А не приходила мысль, чтобы вот самой дреды не заплетать, а просто ломануться в лес, и там они у тебя сами образуются? Я, в принципе, на коррекцию очень редко отхожу. На коррекцию? Скажите, у вас еще одна композиция или нет? Мы можем. То, что вы можете, я понимаю. Я не знаю, что у нас там по времени. Ребят, мы еще дадим им возможность сыграть что-то? У вас уже 10 часов, уже валить пора. Хорошо. Тогда, в принципе, ваш аплодисмент. Я не знаю, что нам удалось выяснить про этих молодых людей. Вы хотите славу, уважаемые? Я не знаю еще. Я ее не получал. Это понятно, что ты ее еще не получал. Но, в принципе, хочешь? У тебя и денег еще пока нет. Но ты же веришь, что они придут? Славы хочешь? Он еще не пробовал. Я не пробую, я тебе прошу. Ты славы хочешь? Я не про имя говорю, а отчество. Я не определился тоже с этим. Что вы делаете на сцене? Я не понимаю тогда. Денег не получают, славу не хотят, ни черта не знают. Юля, ты славы хочешь? Конечно. Все, молодец. Не надо больше ничего говорить. Да, все, я понял, отлично. Поэтому нам в красном платье. А вы как плаките лиськи в белых штанах. Ты славы хочешь? Зависит от ее качества. А какого качества славы ты хочешь? Можно я слава из тела из тела из тела? Вот можно, как бы сказать, хочу прославиться. Прославиться в чем? Есть такие методы прославиться, которые я бы не хотел. Я же не спрашиваю, какими методами. Я тебя спрашиваю, хочешь славы или нет? Конечно, как и все. Опять как и все. Я не знаю, как все. Вот, видимо, не все в вашей этой команде. Ты славы хочешь или только домой? Не, на самом деле я хочу славы, но... А вот когда но, тогда значит не будет ни хрена. Это будет приносить мне удовольствие. То есть, ну, если я буду исполнять то, что я хочу исполнять. Тоже не понимаешь ни черта. Я понял. Нет, извини, но когда человек говорит, я хочу, но вот если вот это, а может быть не так, а там я еще посмотрю. Короче, вызываем сюда на эту сцену группу... Доцент и товарищи. Росветалец. Идите сюда. Ну, я так понимаю, что часть из вас уехала, да? Они сказали, ну, вы, чертовой матери, исчезли. Ну, я понимаю. То есть, на случай концерта будете набирать новых, я понимаю. Отлично. Короче говоря, ребятки, пожалуйста, аплодируйте вот этим двум замечательным командам. Идите сюда, барабанщик, чтобы тебя видели тоже, а? Тоба барабанщика всегда не видел. Иди сюда, да. Вот, чтобы на тебя тоже посмотрели. Все, аплодируйте. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.